Итак, добрый день, уважаемые слушатели Директ Академии. Рада вас приветствовать. Особое отдельное приветствие тем, кто со мной уже не первый раз. Спасибо вам большое за внимание к моим вебинарам. Я каждый раз стараюсь придумать что-нибудь новое, интересное и практически полезное. То есть то, что можно взять и применить в своей деятельности. И сегодня я решила посвятить наш с вами разговор, а я надеюсь, все-таки это будет диалог, потому что всячески призываю вас писать комментарии в чат, во вкладку «Вопросы» я тоже буду периодически заходить, проверять. Поэтому пишите, не стесняйтесь, проявляйтесь всячески. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Первый урок, он может быть разным. Начну с максимально банальной вещи. Это может быть ваш первый урок с новым классом в школе, то есть новый учебный коллектив. Это может быть вообще ваш первый урок в роли преподавателя или частного репетитора с новым учеником. Это может быть первый урок нового учебного года в уже знакомом сложившемся вам, сложившемся коллективе, да, с вашим классом любимым. То есть первый урок – это понятие такое достаточно емкое. Сегодня попробуем разобраться, каким же он должен быть. Я представляю, прежде всего, свой личный взгляд на это явление в соответствии с моим опытом и соображениями. Итак, что же сегодня будет на встрече? Три не на первом уроке. Прошу прощения за опечатку. Содержание первого урока, то есть фактически что там может быть и должно быть. Блеснем интерактивом, как это можно сделать, разберемся. Соображения мои по ходу урока, то есть каким должен быть ход урока, как его выстроить. Важные сопутствующие факторы. Поговорим о том, что еще важно, помимо содержания урока. И первый урок как отдельный продукт у репетитора или частного преподавателя, самозанятого преподавателя, который решил работать на себя. Это, сразу скажу, там достаточно много отличий от первого урока, скажем, в школе, первого урока в учебном году, первого урока в карьере учителя или преподавателя вуза, там много-много своих нюансов. Все не охватим, но постараемся. Итак, какие же три не я бы выделила для первого урока? Причем это относится ко всем названным мною типам первого урока. Это нет неуверенности, неуверенности в движениях, неуверенности в голосе, неуверенности в материале. То есть неуверенность во всех смыслах этого слова. Нет скуки. Первый урок не должен быть рутинным и скучным. Он должен выделяться в череде других ваших уроков. И нет заурядности. Здесь тоже касается всего и содержания урока, и подачи, и вашего какого-то внутреннего личного посыла. Но давайте поговорим об этом поподробнее. Здесь только, скажем так, заявка. Тезисы прозвучали сейчас. Итак, какие мои соображения по содержанию первого урока? Обязательно нужно отвести время на знакомство. Самопрезентация. Это очень важный навык вообще в жизни, в бизнесе, в образовании, в вашей преподавательской деятельности. Попробуйте выполнить такое упражнение. Его рекомендуют психологи и коучи. Напишите 10 вещей, которые вы умеете делать хорошо, чтобы это прямо или косвенно касалось вашей преподавательской деятельности. Потом постепенно, посредством разных форм, структур, грамматических, предусмотренных в русском языке, попробуйте сократить эти 10 умений до 2-3 емких предложений. Добавьте к этому какую-то необычную деталь или перчинку. То есть продумайте, какая ваша фишка профессиональная. Например, вы специализируетесь на стори-тейлинге, владеете этим навыком. Обязательно об этом помните, когда будете рассказывать о себе. Какие еще есть варианты? Вы можете подготовить краткую презентацию, сделать коллажи фотографий ваших с разных этапов вашей профессиональной деятельности, сделать пару милых личных фото, например, где вы показаны как человек. Например, гуляете с собакой по осеннему парку, вам весело. Или сидите за любимым фильмом, смотрите его на ноутбуке, пьете кофе. Вот пару таких деталей, они, конечно, не повредят, а будут только на пользу, чтобы раскрыть вас немножко как человека. Однако личными деталями увлекаться не стоит. Не нужно сообщать, когда у вас день рождения, годовщина с мужем, сколько у вас детей и сколько им лет. Это совершенно не нужно, я думаю. Итак, рассказали о себе, и этим вы немножечко надломили лед между вами и коллективом, который вас не знает, видит в первый раз. Возможно, где-то от кого-то что-то услышал, может быть, даже такое настораживающее, тревожное. Может быть, кто-то им сказал, вот это она зверь вообще, вот ее бойтесь. Возможно, что-то такое даже будет. Но это надо повернуть, постараться в свою сторону, раскрыть немножечко себя как человека, как личность. Дальше. Неплохо сразу обозначить правила вашей работы с коллективами учащихся и границы. Что можно, а что нельзя. Можно, например, сказать это не так, так, после 7 вечера не звоните мне, а как-то облечит в такую форму. Сказать, ребят, смотрите, я обычно встаю в 7.30, а после 7 у меня очень, как правило, много разных дел. И если мне будете писать после этого времени и звонить, никакой нет гарантии, что я вам моментально отвечу. То есть это уже будет воспринято как вот такая определенная граница. Я не говорю вам так, ну-ка не делать вот этого, ну-ка быстро. А доброжелательно и намекая на то, что вы не будете отвечать на их сообщения после 7 вечера. Ни на их сообщения, ни на их родителей, да, потому что у вас личное время, например, после 7 вечера. Так сделала классная руководительница моей дочери, за что я ее очень зауважала. И никогда, и никто, я думаю, из других родителей без каких-то срочных необходимостей ей не писал после 19.00. Так, что еще? Четко продуманный план первого урока. Если потом вы можете набросать что-то в своей голове, вспомнить, что у вас еще с предыдущих уроков что-то осталось наработанное, что надо воплотить на следующем, да, вы вполне можете потратить на эту подготовку к уроку 5-10 минут, да, не более. То первый урок нужно все-таки продумывать, просчитывать по времени с таймингом. Сколько вы уделяете на каждую часть, включая саму презентацию, знакомство, какую-то разминку, да, и выдачу домашнего задания. В общем, все-все-все, надо продумать. Обязательно продумайте задание про запас, потому что сто раз уже так было, что попадаешь каким-то очень быстрым, продвинутым ребятам, которые жадные до знаний, да, все схватывают на лету, и в конце остается время. Вроде домашнее задание уже объяснила, и обратную связь собрала, и все обсудили, и сидим, смотрим друг на друга. Вот чтобы такого не было, продумайте задание про запас. Не обязательно они должны прямо относиться к теме урока, это может быть что-то страноведческое, это может быть какая-то короткая такая игра с карточками на 5 минут, ну, буквально что-то такое, вот, заключительный веселый аккорд, скажем так. Также продумайте то, что и техника может подвести вас, и чтобы не впадать из этого в ступор и стресс, запаситесь рабочими листами. Например, если вы планировали использовать весь урок, интерактивную презентацию, какие-то активности на разных онлайн-платформах, то продумайте и распечатайте, там часто есть такой функционал, что этот интерактив можно выполнить в виде рабочего листа, распечатать, сохранить и так далее. То есть, чтобы у вас всегда был план «Б». Запас карман не тянет, да, как я говорю. Итак, по времени в конце урока оставляем всегда минут 5-10, чтобы ответить на вопросы, потому что когда вы выдаёте своё первое домашнее задание, обязательно по нему будет очень много вопросов, потому что им важно понять ваши требования к домашнему заданию, как оно должно быть выполнено, как вы будете его проверять. Им нужна определённость, детям или вашему взрослому учащимся нужна определённость, поэтому заложите на это время. Если вдруг этого времени не остаётся, значит домашнего задания нет. Кричать его вслед не нужно, потому что всё равно кто-то услышит, кто-то услышит не то, кто-то не так поймёт. Надо всячески избегать вот этих вот возможностей, лазейка для разночтения, чтобы сделать, но не то, сделать не всё или вообще не сделать. Лучше максимально чётко этот момент отследить. Я вижу первый урок как некоторую витрину. Витрину ваших способностей методических, как профессионала в области преподавания, в случае нашем преподавании иностранных языков. Поэтому неплохо будет воспользоваться интерактивными платформами, подготовить какие-то задания. Это поможет, во-первых, и разбить лёд, и им как-то оживиться, разговориться. Поэтому всячески призываю вас, если есть техническая возможность, использовать интерактивные платформы, какие-то игры. Может быть, разделить на три команды, как три ряда учащихся сидят, и сыграть с ними в какую-то игру. Все ресурсы, которые можно для этого использовать, вернее, далеко не все, их гораздо больше. Но вот такие самые основные, широко известные в нашей среде, они у вас на экране. Ну, естественно, поскольку я работаю в проекте ресурсный центр иностранных языков English Direct, я, конечно, не могу не воспользоваться возможностью и не рассказать о нашем продукте. Я его считаю весьма-весьма достойным и пока недостаточно раскрученным и недооцененным. А на самом деле он может дать очень многое. Это интерактивные задания. Они у нас выполнены на платформе Moodle. Вчера я уже делала 3322 или 327 упражнения интерактивные. То есть их там очень много. Но, конечно же, мы работаем прежде всего с учреждениями среднего профессионального образования, с учреждениями высшего образования. Также в нашу целевую аудиторию входят люди, люди, которые просто желают для себя изучать, взрослые люди, студенты, для себя изучать профессионально ориентированный английский язык. Поэтому, конечно, все, скажем так, 90% вот этого интерактива, он, конечно, направлен на расширение словарного запаса, систематизацию грамматики, но завязанную на каких-то профессиональных сферах. Психология, для инженеров есть, для автомобилистов. Но, например, вот сейчас я работаю над курсом по аудированию. Для начального уровня А1, А2 примерно. И там очень много интересных упражнений, направленных именно на прицельное слушание. А аудирование – это как раз навык, который западает, к сожалению, у многих. Поэтому мне было бы приятно, если бы вы после нашего мероприятия зашли и познакомились бы с этим курсом. Он пока еще не до конца готов. Может быть, что-то потом сможете применить в своей работе. Я буду рада. А что касается остальных ресурсов, то я о них рассказывала более подробно на своих предыдущих вебинарах. Если возникнут вопросы, вы можете всегда мне написать и спросить. В конце презентации есть крикабельные ссылочки активные на мою страницу, на нашу группу EnglishDirect. Можете добавиться у друзья, подружиться с нами и задавать какие-то вопросы при необходимости. Итак, с интерактивом... Понятно, да? Едем дальше. Кстати, поставьте огонечки, если тоже часто используете интерактив на ваших занятиях. Если приветствуете это дело и если считаете это важным. Если вы меня поддержите, мне будет очень приятно. Ну, а я перехожу пока к следующей части нашей встречи. Это мои соображения по ходу первого урока. Вводная часть, знакомство, вырабатывание, как я это называю, это может быть процентов 10-15 от времени урока. За это время вы успеете как раз в двух-трех предложениях рассказать о себе. Может быть, там кратко познакомиться с классом. Врабатывание – это необходимая совершенно часть, прежде чем приступать к основной части урока. Потому что если мы сразу перейдем к основной части, то и у вас, и у ваших подопечных возникнет определенный дискомфорт. Внутренняя паника и метание. Вдруг мы сейчас что-то не ответим, вдруг сейчас что-то пойдет не так. Поэтому лучше начать спокойно с ввода какого-то вводного упражнения. Обязательно, как вот перед тренировкой, у спортсменов всегда есть разминка. Вот и вам нужно разогреться, задать какие-то вопросы, может быть, показать какие-то картинки, попросить описать. What's wrong? Что не так с этой картинкой? Пусть они ее порассматривают. Может быть, показать какие-то карточки или мемы. Я иногда показываю карточки с мемами и прошу прокомментировать, что вы здесь видите. Как раз они раскрепостятся, посмеются, похихикают, потому что, например, они говорят, это я, например, после седьмого урока. Показываешь какой-то мем. А это, например, когда мы узнали, что будет контрольный неожиданно. Вот такие какие-то ситуации, связанные с учебой. Это очень хорошо расслабляет. Если необходимо, то попозже могу найти и прикрепить игру «Мемология». Она у меня вообще в моей группе выложена на стене. Если вниз полистать, посмотреть, то там можно найти. Если не найдете, обращайтесь и в ситуацию, и сами карточки с мемами. Так, дальше. Основная часть задания. Здесь не советую прыгать от одного упражнения к другому, от одного текста к listening. Вот так вот просто, как кузнечики. Прыгать с листочка на листочек. Нам немножечко нужно быть более плавными, более такими основательными, постепенными. Как в телепрограмме продумывают связки между разными сюжетами, так и мы тоже должны это делать. Во время урока, если позволяет тайминг, сделайте даже паузу. Расскажите какую-то историю, которая будет как бы предварять следующую часть урока. Например, вот закончили там. И именно поэтому мне очень нравится, например, вот эта песня, которую там будете, например, слушать и разбирать. И именно вот так вот я начала хорошо понимать аудирование. Можете рассказать что-то, какую-то личную историю из своей учебы, как вы изучали английский язык, что вам было сложно. Это будет просто неимоверным образом к вам располагать. Не бойтесь показать этим какую-то свою слабость. Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Ничего страшного, расскажите о своем опыте. Им это будет интересно и приятно, что им доверяют, с ними делятся. связки не обязательно должны быть долгими. Возможно, это как каких-то одно-два предложения. Можно под какую-то цель заточить целый урок. Например, сегодня мы с вами будем играть в интереснейшую игру гонки, но перед этим, чтобы хорошо поиграть, получить максимальный результат, мы должны сделать то-то, то-то и то-то. И прям можно даже этот список написать на доске и после завершения каждой части урока ставить галочку или вызывать ученика, чтобы он ставил галочку. Им очень это приятно, что урок движется, движется, движется и в конце, например, уже замаячила игра и деза. Очень приятный этап. Подведение итогов. Обратная связь. Обратную связь можно организовать различными способами. Можно попросить двух-трех человек, поделиться своими ощущениями, у кого-то спросить, чему он научился, что он понял, чему еще предстоит ему научиться. Может быть, даже в какую-то свободную форму облечь вот это все. Как я говорила, достаточно времени заложить на первом уроке на домашнее задание, на то, чтобы его показать, оценить объем, объяснить формулировку так, чтобы никаких двусмысленностей не возникало, никаких лазеек, что как бы там себе облегчить жизнь или не сделать, или вот потом сказать, а я не понял, а вы не сказали, как надо. Пусть. Расскажите максимально подробно, дождитесь вопросов и скажите, в какой форме, в каком моменте и как вы ожидаете выполненным ваше домашнее задание. Пусть они поймут, что это такая же важная часть, как и сам урок. Потому что, если вы, например, занимаетесь репетиторством, и к вам приходит ученик постоянно с невыученным домашним заданием, вы, наверное, чувствуете, насколько тормозит это прогресс, насколько снижает эта эффективность. Вот надо сразу дать понять, что ДЗ – это такая же важная часть, как и сам урок. Так, ну, с этим вроде разобрались. Переходим к следующей нашей части. Важные сопутствующие факторы. Без них полностью будет испорчено впечатление о вас, может быть, создано какое-то предубеждение против вас и так далее. В общем, есть детали, которыми не стоит пренебрегать, которые не стоит опускать. Первое – это, давайте я, наверное, добавлю к тому, что на слайде указано, это ваше появление. Не советую опаздывать и влетать в аудиторию красной, запыхавшейся и так далее. Уж если случилось так, что опоздали, дайте себе время отдышаться и войдите спокойно, но не вяло, а достаточно динамично. Не влетайте, как фурия, но и не плетитесь, как черепаха. Что-то среднее такое. Деловое, строгое, выдержанное, прямая спина. зашли, поздоровались и приступили к организационным моментам, самопрезентации и так далее. Появление играет большую роль. Можно лучше прийти немножечко заранее, чтобы настроить технику, немножечко познакомиться с теми, перекинуться пары слов с теми учениками, которые придут первыми на занятия. Попить кофе, посидеть спокойно или чаю выпить. Глядя, как появляются ученики, спокойно, приветливо с ними, здоровайтесь. Лучше вот так, чем прямо вот так, впритык появляться. Дальше. Опрятный и стильный внешний вид. Об этом нельзя забывать, нас оценивают и очень даже пристально на нас смотрят. С точки зрения стиля, человек, по которому видно, что он уделяет себе внимание, что он заботится о себе, к нему будет сразу больше уважения. И у человека, который заботится о себе, к себе внутри, тоже больше уважения. Поэтому вот это должно сквозить, как флёр. Не сильно навязчивый парфюм, классический стиль, никакого рыхлого трикотажа, никаких цветочных принтов, боже у вас упаси, никаких болотных, невнятных цветов в зоне портретной, в портретной зоне. Какой-то яркий, стильный, возможно, трендовый аксессуар. Почему нет? Молодые преподаватели могут себе вполне позволить какой-то один тренд из существующих, но лучше всё-таки придерживаться стиля классического, casual, на крайний случай, но лучше smart casual. О том, из чего этот стиль состоит, можно посмотреть в интернете, забить примеры аутфитов, луков, стилей casual и smart casual. Лучше всё-таки держаться ближе к smart casual. Находчивость. Вам могут задавать всякие разные каверзные вопросы по материалу урока и выходящие за его пределы. Ни один вопрос не должен показать, что вы сбиты с толку. Если вы точно не знаете ответ на этот вопрос, можете предварить это тем, могу предположить, что. и высказывайте уверенно и спокойно своё предположение. Если будут какие-то вопросы, их будет очень, скажем так, много, не по существу, и уводящая тема урока, скажите, позвольте, я закончу вот эту свою мысль, и мы обязательно вернёмся к вашим вопросам. То есть отодвиньте те вопросы, которые, ну, уж совсем не относятся никак к вашему предмету, к вашему уроку и так далее. Голос, дикция и манера речи. Здесь наш главный враг и вообще главный враг это суетливость. Нельзя ни в коем случае суетиться. Если вы суетитесь, вы показываете свою слабость, вы показываете свою неуверенность. Вы не показываете свою динамичность, деловые качества, расторопность. Нет. Нужно нести себя максимально спокойно и твёрдо. Голос должен нести уверенность. Поработайте над голосом. Сделайте какие-то упражнения, которые певцы делают перед концертами. Возможно, это вам поможет. Речь не должна быть слишком быстрой, но и слишком такой вялый, затухающий в стиле «Умирающий либедь» тоже так не надо. Про первое появление я уже говорила. как его продумать, как вы входите, что вы говорите, как вы себя представляете. Вот эти два-три предложения, пусть они у вас будут заготовлены, и пусть в них будет что-то интригующее, чтобы хотелось вас дальше узнавать, рассматривать и изучать, чтобы вы были интересны. Попробуйте вызвать интерес. Далее, когда в конце урока вы даете обратную связь ученикам, ведь не только они могут давать обратную связь об уроках, но и вы о них. Предельно, на первый раз, предельно будьте осторожны в оценках. Используйте правила сэндвича. Сначала похвалите, потом немного критики, и закончите это выводя все равно на позитив. Но, несмотря на это, общая тенденция, я думаю, у тебя позитивная. Ты движешься в правильном направлении. Ты молодец. Можете ли вы привести примеры нестандартных запасных заданий, которые могут быть использованы в случае технических сбоев или непредвиденных обстоятельств? Дмитрий, я в таком случае использую игры с карточками. Также у меня всегда есть рабочие листы на какие-то нейтральные темы, которые часто учеников западают, о которых они забывают. Это что-то, может быть, какая-то игра по грамматике. Это могут быть какие-то головоломки слова-искалки по тем темам, которые они уже точно прошли на данный момент. Это могут быть какие-то упражнения на соответствие, найди разбросанные половинки предложений, или за одну минуту составь как можно больше слов, пользуясь вот этой конструкцией, вот этим тренажером. Это можно вывести на соревнования, этим можно заполнить какие-то паузы, когда осталось лишнее время. Так, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, и я продолжаю. Найдите свою фишку, казалось бы, звучит легко, а пойди попробуй. Вы же изучаете не только свой предмет, вы же изучаете не только своих учеников, так поизучайте себя, вы же тоже интересный, хороший человек, ну, кто про себя скажет, что он плохой, поэтому поизучайте себя, понаблюдайте за собой, как бы со стороны, попробуйте посмотреть на себя с точки зрения другого преподавателя, молодого или наоборот более старшего, опытного коллеги. Что вас отличает? Найдите эту фишку, по возможности упомяните ее в самопрезентации и периодически возвращайтесь. Например, как я уже вначале приводила иллюстрацию, у вас стори-теминг, ваша сильная сторона, почему нет? Или у кого-то может быть хорошо получается придумывать и проводить какие-то интерактивы, какие-то игры с соревнователями. Кто-то отлично работает с песнями или фильмами. Обязательно это надо периодически показывать. Не надо скрывать о том, какой вы хороший эксперт и специалист своего дела. Это надо показывать и не стесняться. Да, я хорош. Хорош примерно вот в этом и вот в этом. Ничего в этом такого нет. Еще один момент. С первого раза не давите авторитетом. Если вам задают вопрос какой-то или пытаются возразить, не надо пытаться тут же человека ставить на место, вываливая на него тонны каких-то данных, которыми вы владеете в силу того, что изучали подробно эту тему. нужно показать свою экспертность, но не доводить этого до того предела, когда другим от вашей экспертности становится тесно, неудобно и, что уж там говорить, душно. Поэтому воздержитесь от каких-то супер длинных и глубоких научных выкладок и прочих отступлений. поменьше о личном, как я уже говорила, будет неплохо приоткрыть завесу того, какой вы человек, рассказав возможно пару слов о своем хобби, но обсуждать какие-то личные моменты, особенно когда ученики пытаются сами заполнить паузу в уроках и задавать какие-то вопросы, не нужно сразу становиться с ними на короткую ногу, дистанцию сразу обозначаем, границы сразу выстраиваем, так только больше уважать будут. Как я уже говорила, экспертность свою показываем и в ответах на вопросы, и в подаче материала. Настоящий эксперт, человек опытный, он объясняет какое-то явление по возможности емко, лаконично и оставляя пространство для дальнейшего полета мыслей учащихся и вопросов, чтобы с одной стороны он раскрыл суть, а с другой стороны остался ого-го, какой простор для мыслей и желание практики, практиковать то, о чем вы сейчас говорили. Возможно, объяснили какую-то грамматическую конструкцию, рассказали о том, где ее можно применять. И у учеников пошла уже тоже мысль, а где я еще могу это применить, в каких ситуациях эта конструкция может понадобиться. Вот это как раз и есть показатель вашей экспертности, если вы хорошо, понятно объясняете и даете простор для дальнейшего полета мыслей, воображения и так далее. еще я бы сказала очень хорошо работает в том числе на первых уроках и в первую очередь на первых занятиях это метод управляемого открытия. Когда вы изучаете какую-то тему, возможно, по грамматике что-то, не надо им преподносить все на блюдечке с голубой каемочкой. Для начала давайте посмотрим на эти предложения и понаблюдаем что же в них общего и чем они отличаются друг от друга. Лучше то, что общее или то, что отличается выделить разными цветами, красным и зеленым например. И если пока не идет, особенно в младших классах, с первого по пятый и по шестой они еще не очень хорошо анализируют и критически мыслят в силу возраста, возрастных особенностей. Надо посмотреть, сказать, ребята, обратите внимание на слова выделенные красным. Что у них общего? А что разного? Чем они отличаются? И вот на этом направляя их и контролируя немножечко поправляя в нужных моментах вы их выводите на правила. И получается вот мы сами вывели правила. Мы с собой довольны и максимально горды. А теперь пойдемте вот это правило отработаем. Выполнили упражнение, а потом давайте сыграем в игру. Посмотрим насколько вы усвоили сегодняшние правила. И прям ворд волом какой-нибудь или игру на знаниях. Отлично, прекрасно, все молодцы, все довольны. И все хотят дальше учиться, дальше узнавать что-то новое. Отлично работает. Так, теперь давайте вот в оставшиеся несколько минут поговорим о первом уроке у репетитора, почему это совершенно иное дело. Если среди нас с вами есть репетиторы или преподаватели, которые являются самозанятыми, если есть, как-нибудь проявитесь огонячки, что ли. Да. Отлично. сейчас изложу свое краткое видение. Вы, пожалуйста, тоже пишите комментарии, потому что я готова бесконечно учиться, бесконечно обсуждать это с коллегами. Мне это безумно интересно эти моменты. Первый урок репетитора. Я пришла к тому, что первое занятие может и должно быть отдельным продуктом. Продукт, который вы с любовью создали, который вы постоянно меняете, улучшаете, естественно, в лучшую сторону меняете, улучшаете, и над которым вы трудитесь и используете отдельную стратегию для его продвижения. на чем основывается ваш первый урок как репетитора, как частного преподавателя? Первое, на понимании того, что вы решаете какие-то проблемы, которые есть у людей. Эти проблемы связаны с вашим предметом, который вы преподаете. поэтому первое, что вы должны сделать перед тем, как начать разрабатывать первый урок, это познакомиться со своей целевой аудиторией. Например, изучить, вспомнить, систематизировать максимально знания о ваших учениках и их родителях. Какого они возраста? Попробуйте вспомнить слова, с которыми они к вам пришли, что они сказали, что они от вас ждут, что им нужно. И вот по маленьким зернышкам, по семечкам у вас соберется информация, какова основная проблема вашей аудитории целевой, то есть ваших клиентов нынешних, прошлых и потенциальных будущих. Надо знать пипец клиента. Пипец это проблема, потребность, цель. Надо прямо сесть и прописать. Вот у этих такая-то цель, у этих такая-то цель, у этих такая-то цель. Каких клиентов у вас больше? И под этих клиентов начать разрабатывать ваш первый продукт, ваш первый урок. Первый урок у репетитора призван решить или дать клиенту четкое представление о том, как вы собираетесь решать его проблему, с которой он к вам пришел. Надо показать какие-то средства, которые вы используете, объяснить, почему именно они эффективны, да, и почему стоит обратиться именно к вам. Первый урок, мое глубокое убеждение, первый урок-консультация должен быть бесплатным. Согласитесь, что гораздо проще пригласить человека на какую-то бесплатную консультацию, на такое небольшое количество времени, которое вы готовы ему делить, надо показать, что вы тоже цените свое время. Поэтому если вы оговорили тайминг 30-40 минут, то его и придерживаетесь. Согласитесь, легче пригласить человека на такую бесплатную маленькую консультацию, сказав, с чем он уйдет с этой консультации, с какой практической пользой, чем пригласить его купить у вас сразу месяц обучения, а то и год. Потому что, например, средний чек в месяц от 5-6 тысяч умножить на 9 месяцев учебного года, но согласитесь, как-то сразу мало кто выложит 50 с лишним кровных тысяч за свое дитё, которое он будет обучать в группе. Гораздо легче прийти на консультацию. Естественно, вы сразу обозначаете, что будет на этой консультации и с чем он уйдет. То есть он уйдет с чек-листом или с индивидуальной траекторией своего развития, или он уйдет со списком конкретных рекомендаций, по повышению уровня языка, по подготовке к экзаменам, по повышению успеваемости, смотря с каким запросом приходит к вам человек. Естественно, вы заранее готовите вот эти заготовки, какие-то чек-листы, какие-то планы. И в ходе беседы, консультации, когда вы ребенка достаточно незаметно, непринужданно тестируете, вы вносите коррективы вот в эти ваши заготовки и вы даете их уже готовыми вашим клиентам. То есть, если это может быть какой-то чек-лист, вы можете там пометить определенные квадратики, определенные пункты, а в конце написать своей рукой два-три предложения, что вы лично советуете. для ребяток практически любого школьного возраста будет приятно, если он идет с каким-то маленьким подарком, напоминанием о вас. Я делаю закладки, наборы закладок для книг со справочной информацией, с логотипом моей студии или с моей маленькой фотографией и с QR-кодом моей группы. Закладка это такая вещь, которая нам всегда пригодится и будет о вас напоминать о том, что вы дали ему какую-то бесплатную пользу. Нужно ли репетитору устанавливать доверительные отношения с учеником на первой консультации и как это повлияет на дальнейшее обучение? Доверительные отношения в том плане преподнести себя как профессионала, который в первую очередь еще и человек, которому можно доверять, да, определенно нужно. Потому что вот если проводить аналогию с докторами, мы приходим и мы доверяем, должны доверять доктору свои проблемы. Если мы по каким причинам не можем это делать, то у нас с этим доктором ничего не пойдет. Лечение не получится, он нас не вылечит, вряд ли. Надо увидеть в нем и профессионала, и человека. Показать, что вы не собираетесь как-то использовать какие-то драконовские методы в обучении, не собираетесь не удавить, но что вы человек последовательный, четкий и системный. Это хорошо действует и на детей, и на родителей. Так, пометуя о целях, проблемах, потребностях и целях ваших клиентов, не забывайте, пожалуйста, и про свои. Наша задача после первого урока получить клиента себе, который будет продолжать к нам ходить, может быть, и не один учебный год. Поэтому мы должны показать наши возможности. незаметно протестировать, как на уроке английского языка на консультации это может быть и устное упражнение, и какой-то небольшой короткий тест. У меня на Вордволе есть стандартный тест, где вопросы расположены и по грамматике, и по лексике от простого до самого сложного. Там много вопросов, мало кто доходит до конца, но хотя бы я уже понимаю примерно какой уровень и какую линейку учебников предложить. Удобный тайминг это как раз то, о чем я говорю. 30-40 минут потратить, выделить может практически любой. И вы можете себе это позволить. И ученики могут позволить. Если приглашаете на какое-то занятие, длящееся два-два с половиной часа, тут человек еще подумает «Ага, почти полдня убить». Нет, я не могу. Скажите о дополнительном бонусе, с которым уйдет клиент. Как раз список ваших рекомендаций, индивидуальный план развития, рекомендации по подготовке к экзамену, какие-то дополнительные материалы в электронном или бумажном виде, которые вы предлагаете в вашей разработке. И, естественно, в конце вашего занятия вы не просто говорите «Спасибо, до свидания», а договоритесь о следующем контакте. Спрашивайте, понравилось вам занятие, есть ли какие-то вопросы, какое будет его решение, готовы ли они продолжать с вами заниматься на данном этапе, приняли ли они какое решение. Если не приняли, то спросить, когда примут и перезвонить, списаться в крайнем случае. То есть у вас тоже после этого момента должны появиться какие-то новые договоренности с клиентом. Если мы не знаем и подумаем, здесь нужно учитесь работать с возражением. Если мы не знаем, нам дорого, мы подумаем, это значит, вы не донесли ценности ваших занятий. он не понимает, почему он должен платить такие деньги за ваши уроки. Когда вот есть девочка с авито, которая за 500 рублей придет, целый час, а то и полтора будет сидеть и горло надрывать, объяснить ему. Надо объяснить, чем цены ваши уроки. Поэтому может быть есть какие-то еще вопросы. Скажите, пожалуйста, что поможет вам принять решение прямо сейчас или в следующий раз, когда вы с ним контактируете. Может быть, какие-то сомнения, давайте я расскажу о том-то, о том-то поподробнее. В общем, помним и о проблемах потребностей и целях клиента, и о своих задачах как репетитор. Кто мне скажет, я не умею продавать, я не могу продавать, я не буду продавать, лучше сразу вообще в этот бизнес не соваться, потому что это высококонкурентная среда. И я, в том числе и сейчас, я борюсь со своим внутренним самозванцем. Я головой понимаю, чего я стою, но что-то меня тоже останавливает. Я вот призываю вас тоже в этом направлении работать, показать себя как хорошего профессионала, ничего не бояться, не позволять какому-то там рандомному хаму, который по-любому возник на вашем пути, по-любому возникнут люди, которые не будут вас ценить. Возьмите с них все, что можете и расставайтесь без сожаления. То есть никто не должен попытаться взять у вас вот эту червоточинку сомнения в себе заранить. Есть еще эффективные секреты по работе с возражениями. Напишите, сделайте список, может быть, вам его подскажет ваш внутренний критик, что могут возразить на все ваше прекрасное первое занятие, на всю вашу блестящую саму презентацию, что могут возразить. И попробуйте письменно пока что отработать. Например, у нас там это еще музыкалка, теннис, а еще кружок по фото, а еще мне петь охота. Мы-то в общем-то хотим, но только нам вот некогда. Объясните, что это вопрос постановки приоритета. Как хоровое пение или кружок по фото помогут ему в будущем с карьерой. А английский очень даже поможет в знании иностранного языка. Ну пусть не английский, китайский, например, вы преподаете. Объясните ценность, почему сейчас стоит продолжать изучать язык. Может быть, он прям не сразу поедет. Типа, ну зачем мне этот самый английский, я все равно за границу не поеду. Может, и не поедешь. Но, во-первых, кто знает свое будущее наперед. И может быть, язык сам не пригодится, но пригодятся нейронные связи, которые этот язык разовьет. Изучение языка помогает избежать проблем типа болезни Альцгеймера в старости. Изучение языка помогает быстрее принимать решения, а это важно везде. В работе, в спорте, когда автомобиль вы ведете, очень важно быстро принимать решения, ведь это вся наша жизнь, серия принятия решений. Каждый день мы их принимаем. А изучение языка поможет делать это быстрее. Потом еще какое возражение. Если дорого, сделайте рекомпозицию цены. Я не помню, как это точно называется. Декомпозиция цены. Вот, декомпозиция. Разложите, что входит в эту цену. Например, в стоимость входит само занятие групповое, индивидуальное, проверка домашнего задания, поддержка информационная в чате, куда они могут задать вопросы по своей школьной домашке, а вы на них кратко ответите. Потом, пользование вашей базой знаний на таких-то платформах, например, на знаниях, на вордволе. Вы тоже платите за пользование этими ресурсами, поэтому вы включаете их в стоимость своих занятий. Также дополнительные материалы, если вы предоставляете у меня, например, с теми, кто ОГЭ сдаёт, ЕГЭ сдаёт, с другими ребятами, есть чаты в Телеграме или в Ватсапе, куда я скидываю дополнительные справочные материалы. Например, я знаю, что у них скоро в школе, контрольные по неправильным глаголам, и я скидываю им туда ссылки на игры на вордволе, которые помогут им выучить эти неправильные глаголы. Я им скидываю разные памятки, типа слова, которые наиболее часто встречаются в формулировках заданий, в учебниках и так далее. Пожалуйста, вы даёте им пользу помимо уроков, и они должны это видеть регулярно. Поэтому вот такая цена. Неужели это дорого? Смотря с чем сравнивать, да, потому что почему 3,5 тысячи на ресницы и 2,5 тысячи на маникюр это недорого, а за эти 6 тысяч ребёнок будет целый месяц ходить и получать пользу, это вдруг дорого стало. С чего? С чего? Смотря с чем сравнивать. Конечно, не надо им так прямо заявлять, а сколько стоит ваш маникюр, а сколько вы на волосы тратите, погиб, тысяч 10, нет, так не надо. Просто надо это донести, что ежемесячно мы тратим столько-то такое-то количество денег на разные вещи, на разные удовольствия. Почему бы не потратить примерно сопоставим эту меньшую сумму на инвестиции в будущее вашего ребенка, в развитие интеллекта вашего ребенка, потому что уже на уроках вы не только читаете, переводите тексты, слушаете там диалоги какие-то. Надо сказать, на что это влияет, да? Вы развиваете навыки командной работы, когда играете, да? вы развиваете аналитическое критическое мышление, когда заставляете их самих выводить правила. Вы развиваете их память, разные виды внимания, когда они делают разные головоломки. Они в это время думают, что они играют, но они интеллектуально растут в это время. Это надо донести родителям. Вот прям забейте в интернете, посмотрите, на что и как влияет решение таких-таких-то головоломок, кроссвордов, словоискалок вот этих word search, на что это влияет. И расскажите об этом. И у человека будет совершенно другое впечатление о том, что вы делаете на уроке. Если вы скажете, ну мы там тексты читаем и это, переводим их воин, на вопросы отвечаем. Ну и что? И в школе вот это все делают за бесплатно. Нет. Тут надо грамотно доносить свою ценность как профессионала, ценность своих занятий. И тогда они будут платить столько, сколько вам надо. Вот. И подсаживаться на вас как на человека. То есть еще один важный момент для репетитора это атмосфера на ваших занятиях. Я это поняла только тогда, когда мне в отзывах уже три человека написали про атмосферу на моих занятиях. Оказывается, это очень важно, что человек пришел, он в хорошем смысле выдохнул какой-то негатив, который он принес со школы, с улицы, а у меня он расслаблен, но при этом он работает. И работает над собой методично, постепенно, скажем так, не напрягаясь в плане моральном. Я своей фишкой сделала то, что это подготовка к экзаменам без стресса. Я даю не только материалы основные и дополнительные, я не только рассказываю о подводных камнях экзаменов, я еще даю им психологические, эффективные психологические техники для снятия стресса перед экзаменом, для снятия волнений, потому что волнение крадет примерно 10 баллов от результата ЕГЭ, а это может быть прям решающие 10 баллов. Правильно? Правильно. Вот и об этом тоже нужно говорить в своих постах. Я сама-то не особый писатель, но я хотя бы понимаю это и стараюсь развивать темы возражений, темы потребностей моих клиентов в своих постах. Стараюсь влиться в эту писательскую волну. Обычно мне не хватает на это терпения, но вот сейчас я снова начала пытаться, надеюсь, это будет, даст определенный эффект. Немедленного эффекта мы не ждем. Мы стреляем, стреляем в воздух, в пустоту, в пустоту, в пустоту, а потом неожиданно это начинает приносить плоды. Поэтому покажите себя как личность, покажите себя как профессионал и все будет хорошо. Вот на этой воодушевляющей ноте я, наверное, на сегодня закончу нашу встречу и пожелаю вам вдохновения и удаля. Сейчас, конечно, конец года, но давайте уже думать о годе следующем учебном. Как мы будем качественно, по-новому преподносить себя и рассказывать о своих продуктах, о своих курсах. Как вы оцениваете влияние культурных различий на восприятие эффективности урока? Какие методы вы используете для адаптации содержания к разнообразной аудитории? Ага. Я стараюсь так, культурные различия. Культурные различия вы имеете в виду религиозную принадлежность разного учеников? Я, конечно, ее учитываю. Я никогда не буду шутить над тем, что может задеть человека. Я никогда стараюсь не касаться политики, религии, потому что это области глубоких, сильных убеждений. А если у человека есть сильные убеждения, даже у ребенка, подростка, то это может привести к конфликту, если вы выскажете какую-то другую точку зрения. Детей надо не разобщать, а стараться как-то объединять. Поэтому если учитывать то, что кому-то может быть не смешно, кого-то вот это может ранить, а вот это для них не актуально, нерелевантно, то есть зачем об этом говорить, зачем эти темы поднимать. С другой стороны, неважно, какой ты религии, откуда ты, с какой стороны ты к нам приехал. Есть у меня определенные правила. Если ты хочешь со мной работать, то ты их придерживаешься. Если не хочешь, до свидания. Это касаемо, если ты частный репетитор. Если учитель, там уже другие методы должны быть. Не работайте в школах, где администрация не стоит за вас горой. Особенно в конфликте с учеником и родителем. Вот когда при ученике, при родителе, нормальная администрация за вас стоит горой. Когда они ушли, вас могут поругать, покритиковать, что, мол, не надо так. Но не работайте в школах, где они при учениках начинают вас песочить. Эта администрация сразу говорит дофлой номер, там не надо оставаться. Так, как бы вы могли охарактеризовать педагогические теории и подходы, которые лежат в основе вашей методики преподавания? Ну, у меня, я сразу скажу, я не уникальная в этом плане. У меня нет какой-то моей одной уникальной авторской методики на меня повлияли труды педагогов и психологов практически все, с которыми я знакомилась, которые я читала. Меня сформировали и лекторы известные, Мужицкая, Петрановская, а также и коучи. То есть я не совсем человек, вот прям учитель-учитель, я еще немножечко имею какие-то предпринимательские зачатки, предпринимательское мышление. Я, скажем так, выбрала в себя целый коктейль. Все, с кем я сталкивалась, кого мне хотелось слушать, я ото всех брала понемножечку. Но сразу скажу, что когда я получал дополнительную, я вообще по образованию переводчик, когда я получал дополнительную квалификацию педагог, преподаватель, то, скажем так, во мне это не дало какие-то всходы прямо капитальные. Я скорее предпочитала набирать какие-то практические фишки, опробовать их. Я прежде всего практику систематизировать у себя в голове, анализировать этот опыт, а потом уже либо продолжать применять, либо от них отказываться. Это мне не подходит, ничего страшного. Так, какие критерии вы бы рекомендовали для самооценки учителя после первого урока, чтобы определить области для дальнейшего развития? Первое, я хорошо донес свой посыл, я правильно представился, я мне удалось провести весь урок от начала и до конца так, как я планировал. Нет, что не получилось, почему не получилось. Ну, кто виноват, над этим не советую размышлять, просто примите как данность. Не надо сильно увлекаться самокритикой, самоедством в любом случае. И что я могу сделать для того, чтобы в дальнейшем этого не было, чтобы было лучше. просто честно наедине с собой разговор. Критерии это была ли достигнута первоначальная цель? Вот какая цель была первого урока? Была ли она достигнута? Не удалось наладить контакт? Они на меня хорошо реагировали? Они меня восприняли как профессионала, как эксперта? Да, нет, почему? Вот так я бы сказала. Так, надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Так, ну что, если других вопросов нет, то я, пожалуй, на этом закончу. Очень полезно, познавательно, вдохновляюще, системно, действительно, атмосферно. Большое спасибо, Анна, за высокую оценку моего мероприятия. Желаю вам хорошей, продуктивной недели, отличных праздников и до новых встреч на полях Директ Академии. Всего доброго, всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok